Ипик покидает особняк. В последней серии Сурея потеряла сознание о том, что она беременна, она узнала в больнице, куда попала. Она немедленно идет к своему врачу, потому что боится, что этот уйдет, как и ее первый ребенок, у которого случился выкидыш. Она узнает, что находится на третьей неделе беременности. Они решают никому не рассказывать, пока не пройдут первые три месяца. Конечно, упоминаются Делара и Саням. Они также прыгают от радости, когда слышат это. Он старается держаться подальше от стресса, как делал бы это, когда происходит так много событий. Делара получает протокол о разводе. Женщина не показывает своей печали двум беременным подругам. Однако, прочитав вечером протокол, он видит, что Адам попросил у него денег на музыкальную школу. В тот день Адам также пошел к своему психологу, он услышал, что тот его не любит, и не поверил тем, кто хотел его любить. Вечером, пока он сидит дома пьяный, к нему приходит Делара, изрыгает на него свою печаль и злобу, и уходит. Фарук же встречается с Акифом и темным человеком из прошлого Адама. После того, как Адам стал для этого человека как сын, он пожаловался на этого человека, это стало причиной того, что он попал в тюрьму. Находясь внутри, мужчина взял много денег и убежал. Мужчина сразу говорит, скажи мне, где Адам, и я убью его. Фарук шантажирует этого человека и просит его попросить Адама сделать что-нибудь незаконное. Мужчина вынужден согласиться, Ипик же отправляет детектива за мужем. В день рождения Фикрета он фотографирует себя заужином с девушкой. В тот же вечер она собирает всех в особняке и сообщает, что Фикрет, ничего не подозревая, не придет, потому что хочет быть со своей любовницей. После этого запланированного переезда Ипика в особняке разразился настоящий ад. Отец Ипика очень злится, забирает дочь и внука и уходит. Фикрет грустит, потому что расстался с дочерью. Когда Мюрат, который сказал, что женится на Баде за завтраком, уходит, Эсма очень резко разговаривает с Нургуль. Эти слова расстраивают женщину, воспитавшую Баде, и она отправляет Баде к своей тете в Мерзефон. Мурат не может этого переварить и блокирует автобус девушки. Он разговаривает с девушкой. Через три дня он приходит в особняк и говорит, мы поженились. Все в шоке. Сурея беременна. Сурея и Фарук рады неожиданным новостям о беременности. Имир переживает трудный период, потому что он не может смириться с потерей матери. По этой причине Фарук и Сурея решают на время скрыть новость о беременности. Решение Мюрата и Баде пожениться вызывает бурную реакцию в особняке. Адам решает подать на развод с Диларой, в любви которой он постоянно сомневается. Ипик же продолжает свои игры, чтобы избежать развода с Фикретом. Он готовит семье сюрприз на день рождения Фикрета. Настоящий сюрприз преподнесут Мюрат и Баде. Сурея ждут трудные дни. После смерти Бегюм ничто уже не будет прежним. Боль, которую испытывает Имир, также глубоко влияет на его связь с Суреей. Сурея находится в начале трудного периода. Хотя Джану трудно справиться с болью Бегюм, он в гневе принимает меры против Фарука. Когда Ипик не получает того внимания, которого она ожидает от Исмы, она очень злится. В то время как Эсма пытается оставаться сильной, несмотря на все произошедшее, Сирена не оставляет атмосферу бездействующей. Речь Исмы перед семьей о том, что все пройдет, прерывается болезненным криком. Семья Баран находится на грани распада. В конце последней серии Бегум не может пережить перенесенную операцию. Всем, кто это слышит, очень грустно. Сурея старается не приближаться к ребенку, чтобы не вызвать реакции. Пока Бегум была жива, она рассказала женщине все о своем сыне, он доверил это ему. Ипик своим обычным эгоизмом разрушила помолвку Османа, он даже хочет украсть роль у мертвой Бегум. Когда госпожа Эсма обвиняет его в грубости и говорит ему брать в пример Сурею, он выходит из-под контроля. Он создает разлад между своей невесткой и тещей, показывая Сурее фотографии, которые Эсма получила от детектива, который ранее следил за Суреей. Госпожа Эсма занимается всеми соболезнованиями, маулидами и благотворительной деятельностью. Он заботится о своем внуке и винит себя за жизнь, которую, по его мнению, он украл у Бегум. Он не может понять, почему Сурея ведет себя по отношению к нему отстраненно и даже враждебно. Однажды вечером, когда Сурея не выдерживает и бросает детективную историю, Эсма остается сожалеть и расстраиваться из-за того, что она сделала. Фарук тоже злится. Фикрет же не может приблизиться к Эсре, потому что не может избавиться от жены. Его тесть тоже приходит и кричит на него. Эсра снова порядочная и понимающая. Ипик, напротив, воинственный и агрессивный человек. Он шутит при каждой возможности. Более того, он угрожает Фикрету, рассказывая все брату-психопату Эсры. Хотя Адам продолжает оплакивать свою мать, он также не может справиться с уходом жены из дома. Он пытается обвинить во всем, что касается его матери, Дилару. Дилара говорит, что хочет с ним расстаться. Когда Адам обращается к психологу, мы узнаем, что он убил своего отчима и поэтому сидит в тюрьме. Разгневанная тетя Исмы приходит к Адаму и рассказывает ей о пожаре и письме. Разумеется, он не упоминает о том, что написано в письме. Адам снова проходит обучение в Буране. Он хочет себе комнату в компании Жизнь. Он злится на баранов, которых считает ответственными за смерть бегум. Он строит планы на неделю и едет в дом Адама. Он рассказывает свой план, когда Акиф приходит в себя, он встречает с Сенем и слушает ее историю. Переживания женщины очень тяжелые. Он снимает кольца и возвращает их Акифу. Однако неделю спустя Акиф решает продолжить с того места, на котором они остановились. Кольца надеваются обратно. Сирена же уверена, что ее дочь будет измотана этой многолюдной семьей и бесконечными событиями. Он не может найти подходящей дочери домашнее поведение и постоянно ее дразнит и предостерегает. Но когда ее дочь говорит ей, что она ей не мать, и приходит к ней, она идет в дом Османа, объясняет его дочери, извиняется и делает незавершенное ношение обручального кольца для молодых людей. Баде и Мюрат решили пожениться в последней серии. По настоянию Мюрата, Баде сначала рассказывает женщине, которую считает своей матерью. Даже женский барабан показывает равных-равных, но молодые люди настойчивы. Он производит эффект разорвавшейся бомбы, говоря, мы решили жениться на Баде за завтраком, где его мать собирается поговорить о семье. Все воспринимают это как упрямство или энтузиазм и противостоят этому. Сурея, которая злится на госпожу Исму и встает после завтрака, теряет сознание в своей комнате наверху. Они срочно отправляют его в больницу. Однако новости по тестам хорошие. Сурея беременна, но в этой ситуации они застревают в ситуации, когда не знают, радоваться им или грустить. Оправится ли бегум после операции? Эсма идет за своим знаменитым комплектом для помолвки. Когда с ними сирена, происходят забавные и противоречивые моменты. Когда сирена приехала в Турцию, она осталась с Гарипом, и они тусовались, потому что у него не было серьезных отношений. Опять же, когда женщина приближается к мужчине, он ведет себя странно, но женщина не понимает и идет к постели мужчины. Поскольку в тот момент Гарип разговаривал с Эсмой, Эсма слышит это и принимает меры. На следующий день Гарип идет и покоряет сердце Эсмы. Когда Мюрат красиво объясняет Баде свою проблему и говорит ей, что он серьезен в своей любви, она соглашается, но они решают какое-то время скрывать от нее.